народ всем привет это мое предновогоднее обращение к моим подписчикам к нашим фанам всех поздравляю с наступающим годом где бы вы ни были в какой части мира неважно вот и я бы хотел войти в новый год с чистым сердцем с чистой душой без всякой ненависти без всякого хейта без всяких интриг и с палетиной прочего прочего и поэтому хотелось бы расставить все точки над и в старом году и оставить весь негатив там вот насчет моего конфликта с бразильцем ничего особенного возможно вы думали что я сейчас расскажу какую-то тайну но все очень банально это была обычная бытовая ссора которых у нас было с ним очень много и постоянно потому что он псих я псих мы ссорились потом мирились через пару часов максимум на следующий день и вообще это мужской коллектив в мужском коллективе постоянно такое происходит но люди ссорятся и потом мирятся и двигаются дальше не припоминают о мне какую фигню так должно быть вот но в этот раз ссора получилось особенно злой и виноват в этом я потому что мое психическое состояние было точно не уравновешен вот кто-то меня может быть поймет но большинство наверно нет это очень сложно когда ты сидишь 6 лет в тюряге видишь всю эту хрень которая там происходит ты выходишь это полон негатива зла ненависти вообще ко всему и всем ты выходишь в 35 лет тебя нет ничего вообще и все что было до этого сгорело и надо что-то как-то двигаться заново дальше но тебе уже ты уже не молодой мальчик тебе уже 35 у тебя нету нихрена вот плюс плюс ты вытряхиваешься в новое время но голова твоя осталась там в прошлом и этот короче дисконнект с реальностью из твоей головой это очень сложно на самом деле можно чокнуться вот возможно у меня была какая-то затяжная депрессия возможно она и сейчас продолжается но я хочу это остановить как можно скорее плюс вы знаете наша эта ссора наших конфликт это вообще капли в океане это очень ничто по сравнению с тем какие у людей настоящие проблемы есть как с чем люди справляются у каждого свой страгл у каждого свой путь и если честно мне даже стыдно из этого что-то там раздувать какие-то свои субъективные претензии там предъявы что-то там кому-то доказывать это все такая мелочь на самом деле это все такая фигня она того не стоит чтобы тратить свои нервы чтобы злиться чтобы кому-то за что-то мстить там что-то доказывать все это фигня все это было все это прошло даже не надо об этом думать вот поэтому я могу сказать что этот конфликт по сути я спровоцировал я бы не мог так там резко отвечать уезжать там прям так все рвать со всеми но тогда были какие-то вибрации такие которые именно и подталкивали сделать так и типа нервы на пределе и ты срываешься плюс еще алкоголь алкоголь и такое на все это накладывается и у тебя просто тормоза нет ты короче мчислить я хочется чем хреновое сделать просто выплеснуть этот весь негатив и неважно как но это саморазрушение это стопудово не мой путь саморазрушение и да я лучше уступлю извинюсь чем продолжим так сказать эту войну самое хреновое что в этом из-за этого страдают наши фаны они вообще в шоке да и никто ничего не понимает что делать и блин мне если честно больно читать комментарии когда люди ссорятся и за нас друг с другом ссорятся посылая там жестко обзываясь там прям ненависть такая лютая стопая народ мы так делать не будем мы не будем так двигаться хотя надо сказать я благодарен своей группе поддержки своей фан-базе красавчики продолжай сия чатик фолайф даже когда я не прав вы все равно меня поддержали хотя тоже особо были не в курсе дел вы красавчики но мы больше не воюем ни с кем не с бразильцем не смогу ни с кем я хочу извиниться перед бразильцем перед зуриком даже перед капером потому что это мой косяк я был прав я понимаю что свои эмоции нельзя показывать в обществе потому что это твое субъективное что-то там вот и нельзя превращаться психа поэтому пацаны сорян но вы и так меня знаете что вы и так знали что рано или поздно я запишу это видео и так скажу вот насчет капера капер да чувак ты прав нельзя выносить ссор из избы это я знаю с этим я согласен полностью но когда у тебя едет крыша тебе вообще пофиг и кстати говоря кстати говоря я даже написал диск на бразильце но вы его никогда не услышите вот и я считаю это правильно что еще хотелось бы сказать надеюсь всем все понятно я приношу официальные извинения всем кого заделает это истерия я работаю над собой я стараюсь поймать равновесие какой-то баланс и я точно не хочу ни с кем воевать никому ничего доказывать я хочу записать классный альбом который готов уже почти надо просто его доделать и свести также хотелось бы сказать что мне было не стремно записывать это видео и все мы люди живые у всех свои чувства свои какие-то своя жизнь свой путь свой опыт и надо понимать друг друга надо понимать и уметь прощать даже если ты считаешь что ты прав они все не правы даже если ты считаешь что ты один а это большинство дурацкая не понимая тебя надо уметь прощать надо уметь прощать идти дальше не держать этот груз в себе потому что он тебя разрушает я даже не мог спать я так психовал я просто я не мог уснуть из-за этого я считал что со мной обошлись как-то там несправедливо лечит такое но это было все в моей голове я сам хотел я сам искал причину чтобы обидеться чтобы задираться чтобы что-то там на кого-то выплеснуть свою ненависть вот но сейчас все норм я собрался с мыслями духом и в итоге трезво могу сказать что давайте-ка закроем ребята этот конфликт я прекрасно вас понимаю вы можете на меня обижаться отписываться там не общаться это ваше право вот но я ни на кого зла не держу конечно навряд ли мы будем читать вместе ну то есть я не собираюсь возвращаться в группу и я не собираюсь даже в москве жить вот и ребят главное умеете прощать умеете прощать и не пускайте свою душу ненависть ненависть злобу сейчас этого очень много летает вокруг в атмосфере ну его нафиг я верю в добро я верю в то что по любому добрые силы победят и и это все начинается с тебя самого мир вокруг тебя меняется когда ты меняешься и твое видение можете считать меня типа проигравшим или там каким-нибудь там не знаю психом но как есть еще эта жизнь чё поделать такая вот фигня произошла вот и чё двигаемся дальше новый год новые треки новая жизнь желаю каждому сохранить душе тепло добро понимать другого человека стараться и меньше негатива ребят меньше негатива меньше смотрите телевизор меньше смотрите новости думайте всегда своей головой свои ощущения даже если ты неправильно сделаешь ну пусть но это будет твоя ошибка как у локдога в тексте свои ошибки я совершу сам ну что-то вроде этого не помню досконы вот так вот лучше совершить эти ошибки самому и потом них разобраться нежели просто шагать от кого-то там и от каких-то лидеров там каких-то авторитетов всегда думайте своей головой и то что вы чувствуете не давите это в себе если что-то не так пытайтесь разобраться это выход это выход еще хотел бы добавить и сказать спасибо на самом деле пацанам из черной экономики и рыночных отношений и всей банды которая там рядом вся туса для пацаны спасибо вам за то что вы были моими учителями вы меня научили многим штукам на самом деле самое главное вы меня научили показали что такое москва все понятно когда-то еще верилось что человек может быть справедливо но сейчас все понятно так что я благодарен вам за этот опыт реально души надеюсь я вас тоже чему-то научил